здравствуйте друзья сегодня мы поговорим о беспроводном зигби диммере из экосистемы умного дома акара это логический контроллер то есть по сути генератор событий таких как нажатия или поворот ручки который удобно использовать в первую очередь для управления освещением включение регулировка яркости цветовой температуры и так далее но при этом каких-то ограничений применения нет с тем же успехом можно включать например обогреватель регулировать температуру термостата или открывать и закрывать шторы все зависит только от вашей фантазии потребностей перед тем как мы начнем по традиции попрошу вас поставить лайк этому видео чтобы его могло найти больше людей интересующихся тем и умного дома и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше тип устройства беспроводный логический диммер модель akara h1 the nxn kg02 lm интерфейс zigbee 3.0 питание 2 батарейки cr2032 размер 86 на 86 на 24 миллиметра диапазон рабочих температур от минус 10 до 50 градусов цельсия относительная влажность от 0 до 95 процентов базовая экосистема акара home поставляется устройство в плотной картонной коробке разница с обычными мягкими упаковками чувствуется сильно большая часть надписей и иероглифами так как эта модель предназначена для внутреннего китайского рынка на задней стороне есть краткие технические характеристики про которые я уже рассказал к слову говоря на алиэкспресс почему-то доступна только модель в белом цвете хотя существуют еще как минимум черные золотые а вот проводная версия есть и такая только в черном другие мне не попадались ссылки на магазины оставлю в описании кроме плотного материала самой коробки производитель позаботился и о том чтобы внутри нее ничего не болталось и было хорошо защищено это очень хорошо тем более с учетом того что диммер не дешевый по крайней мере относительно аналогов из той же туя smart комплекте поставки кроме собственно диммера нашлась небольшая инструкция и кусок двустороннего скотча для крепления при необходимости диммер также можно будет закрепить винтами на подрозетнике инструкция только на китайском но все основные моменты я постараюсь осветить в этом видео также можно воспользоваться например google переводчиком через камеру на смартфоне код установки которые можно но не обязательно использовать при подключении я нашел в трех местах на самом диммере на инструкции на коробке сам по себе диммер это ручка в центре которую можно нажимать и крутить но для того чтобы его можно было устанавливать в ряд с другими устройствами такими как выключатель интерактивная панель и мониторы воздуха он сделал такого же размера 86 на 86 миллиметров сзади он совершенно плоский и по умолчанию крепится на двусторонний скотч который идет в комплекте задняя крышка которая крепится к стене держится на защелках с внутренней стороны на ней есть разметка под отверстие для установки на подрозетники или напрямую к стене но их надо просверлить работает устройство сразу от двух батареек cr2032 в транспортном положении от разряда их уберегают специальные изоляционные прокладки которые нужно удалить перед использованием для наглядности сравнение с другим беспроводным диммером из экосистемы ту ясмарт ссылку на его обзор я оставлю в описании тут видно насколько он может быть компактным если не привязываться к стандарту 86 на 86 миллиметров чуть дальше видео я еще упомяну этот диммер изучать возможности устройства начнем с штатной системы управления acara home в mi home диммер не поддерживается этот тест будет проводиться в регионе китай но дальше я покажу подключение и на европейский сервер в качестве шлюза который необходим так как это zigbee устройство используются acara m2 кстати глобальная версия переходим в меню добавления устройств на самом деле можно ткнуть в совершенно любое zigbee устройство разницы нет главное перевести шлюз режим добавления но если выберете нужное мастер подключения покажет вам как на устройстве активировать режим сопряжения указываем на какой именно шлюз их может быть несколько будем подключать активация режима сопряжения нажимаем на ручку диммера и ждем пока не начнет мерцать светодиод вокруг нее немного ждем диммер обнаруживается шлюзом после чего задаем ему название и комнату размещения готово диммер добавлен систему плагин достаточно простой так как диммер это логическое устройство управлять им из приложения как например проводным выключателем реле или лампочкой нельзя его задача не получать а передавать команды внизу под его изображением есть строка в которой видно последние события с диммера меню настроек кроме стандартных функций типа проверки версии прошивки определение уровня качества сигнала и тому подобное нашлась одна специальная опция настройки чувствительности поворотной кнопки всего есть три уровня по умолчанию стоит средний в автоматизациях диммер может участвовать только как триггер в разделе если он генерирует события которая отрабатывает система управления умным домом в данном случае akara home диммер умеет отдавать пять вариантов событий три а то нажатия как на кнопку едва это повороты обычный и поворот при нажатой кнопке теперь нужно выбрать устройство которым система умного дома будет управлять при получении события диммера специально для этого теста я подключил сюда zigbee лампочку атакара у нее есть два варианта действий которые поддерживают только вращение то что нам и нужно я сделал три стандартной автоматизации включение выключение по нажатию на кнопку регулировка яркости при вращении и изменение цветовой температуры при вращении с нажатием нужно понимать что это именно автоматизации сами по себе устройство друг с другом не связаны все идет через систему управления она получает события диммера видит что на это событие создана автоматизация и отправляет прописанную в ней команду указанному в действиях устройству вот как она работает все достаточно быстро и удобно вращение по часовой стрелке повышает яркость против снижает вращение с нажатой кнопкой меняет цветовую температуру от теплой желтой до холодной белой и назад реакция диода подсветки диммера на нажатие кнопки как я и обещал проверим работу диммера в европейском регионе тут у меня установлен usb шлюз окара е1 при поиске устройства по модели h1 система выдала только выключатели но для того чтобы включить на шлюзе режим добавления можно выбрать что угодно я выбрал один из выключателей убедился что шлюз переключился в режим добавления и зажал на 10 секунд кнопку на диммере в результате подключения прошло совершенно нормально устройство корректно опозналась и добавила систему все остальное плагин автоматизации полностью совпадают с уже рассмотренными в китайском регионе то есть можно утверждать что те кто выбрал европейский сервер для работы с окара home могут спокойно подключать и использовать китайские версии диммеров h1 на этом видео я просто показываю скорость обратной связи от лампочки при управлении диммером через сценарий окара home так как с apple home kit ситуация следующая хотя устройство окара ориентированы на работу в этой системе шлюзы добавляются как мосты чтобы все подключенные к ним устройство тоже автоматически перебрасывали сюда помним про специфику работы этого диммера и подобных логических контроллеров они являются генераторами событий и при этом сами не управляются из системы умного дома соответственно в home kit его не видно но это в принципе и не надо так как всеми умными устройствами он может управлять напрямую теперь перейдем к альтернативным системам управления кто следит за моим каналом знает что я проповедую home ассистом сначала проверим штатную интеграцию zha в качестве координатора выступает usb-стик санов забодонгл е до этого мне нужно было удалить диммер с шлюза окара и запустить на нем режим сопряжения одновременно работать zha или zigbit у mqtt и окара home не получится герой обзора обнаружился но количество обнаруженных объектов при этом энтузиазма не внушает вот его свойства кроме скрытых по умолчанию технических параметров тут есть только кнопка идентификации бывают случаи когда устройство не отдает систему объекты но генерируют события их тоже можно использовать автоматизациях но это явно не тот случай не нажатия не вращение не приводит к появлению событий в журнале при этом кнопка идентификации работает нажатие на нее вызывает мигание кольцевого диода подсветки но маловероятно чтобы кто-то покупал диммер ради того чтобы мигать его диодом диммер окара h1 входит список официально поддерживаемых zigbit у mqtt так что каких-то сюрпризов я не ожидал тут заявлено довольно большое количество передаваемых параметров мы с вами посмотрим как их можно применить в автоматизациях однако тут ничего не написано про использование в режиме прямого биндинга или группах это отсылка к упоминаемому ранее беспроводному диммеру моэс этот момент мне тоже было интересно проверить давайте разберемся подробнее у меня установлена самая актуальная версия zigbit у mqtt на дату видео 1 33 1 роль координатора выполняет usb zigbee stick санов забадон глп с прошивкой от 7 мая 2023 года подключаем диммер интриги в этом моменте не было так как мы с вами уже выяснили что он входит в перечень поддерживаемых устройств на всякий случай добавлю что диммер является конечным устройством это логично так как он работает от батареек и для сохранения заряда большую часть времени находится спящим режиме как видим тут довольно много различных параметров кроме сенсора action куда прилетают события нажатия вращения кнопки есть еще пять параметров которые связаны с тем как именно вы вращали кнопку параметр operation мод видимых изменений в работе диммера не вносит все тесты которые покажу далее я проверял в обоих режимах и никакой разницы между ними не увидел еще раз вспомним диммер от моез который функционально является аналогом героя обзора тот же самый логический генератор событий ссылка на его обзор находится в описании под видео у него есть аналогичный переключатель режимов и он предопределяет всю его работу в режиме и вент он работает подобно h1 генерирует события типа клик ротейт а вот режим команд для прямого управления другими зигби устройствами кстати режиме можно переключать и на самом диммере тройным кликом в режиме команд нужно создать группу в зигби тонкий у тт поместить нее диммер и светильник которым нужно управлять светильников может быть много после этого управление работает без создания автоматизации включение выключение поворот и поворот с нажатием даже смена цветов при использовании rgb светильников причем она остается рабочим даже при физическом отключении координатора или шлюза при работе в ту я все это подробно показано в моем обзоре это я и хотел проверить с akara h1 вот попытки добавить в группу akara h1 в него обнаружилось тренд поинта я пробовал все и в режиме команды в режиме ивентов еще один момент при добавлении конечных устройств группу это в частности относится к обоим из упомянутых гиммеров нужно в этот момент их выводить из спящего режима нажатием или поворотом ручки но если смоя с это работает то окара h1 ни в какую не хочет добавляться в группу я пробовал много раз и ни разу ничего не получилось система выводила сообщение об ошибке при добавлении в группу также не увенчались успехом попытки как-то связать диммер с лампочкой через меню bind максимум что мне удалось это пару раз загнать диммер в полный ступор когда он переставал отправлять команды в систему и приходилось его пересопрягать поэтому применение в home assistant возможно только через использование событий которые прилетают в один из объектов sensor action отдает события при нажатии тут их 4 одиночный двойной клик удерживание и отпускание клавиши после удерживания и три события при повороте ручки сначала старт пока ручка поворачивается поворот и когда вы ее отпускаете стоп при повороте генерируется еще ряд событий отображающиеся в цифровом значении это угол поворота ручки тут судя по всему от 0 до 360 градусов угловая скорость в зависимости от того в какую сторону поворачивается ручка знак этого значения по часовой стрелке это положительное значение против часовой отрицательное поворот в процентах суть та же самая просто тут шкала от 0 до 100 скорость поворота кстати почему-то тоже в процентов вообще у меня сложилось впечатление что скорости дублируют свои основные значения и пятый параметр время поворота ручки в миллисекундах как его использовать у меня идей пока нет интересный момент при повороте с удерживанием кнопки sensor action приходится быть и аналогично обычному повороту но опять дополнительных параметров поворота становятся видны если поворачивать без удерживания то они отображаются долю секунды и возвращаются статус неизвестно этот скриншот снять в момент поворота ручки и тут видно что значение угла и процентов поворота равны их скоростям что подтверждает мою теорию теперь что касается практического примера автоматизация которую сейчас покажу используют атрибуты в частности яркость для светильников подключенных через zigbee2nqtt нужно убедиться что на странице настроек интеграции с home assistant включена опция их передачи таком случае у включенного светильника в списке атрибутов будет параметр яркости аналогично есть например у светильников елайт и подобных им работающих по вайфай их также можно использовать с этим диммером важный момент у выключенного светильника этого атрибута нет первый пример это стандартная автоматизация которая будет срабатывать по триггеру одиночного нажатия на кнопку диммера получение статуса сингл на сенсоре action далее в действие вступает селектор условий случае если лампочка выключена то срабатывает сервис включения с заданной яркостью 60 процентов и цветовой температуры 4000 градусов кельвина а вот если лампочка в этот момент включена то тогда работает сервис отключения 2 автоматизация интереснее тут я использую состояние сенсора поворота в процентах триггер сработает при переходе из состояния неизвестно в любое другое тут возможны числа от 0 до 100 тут есть условия светильник должен быть включен но сразу уточню что она не обязательно автоматизация сработает и при выключенном светильнике так как тут используется сервис включения света тут используется сервис подобные тому какой мы рассмотрели в предыдущей автоматизации только тут указывается не фиксированное значение яркости в процентах а просто яркость она изменяется в пределах от 0 до 255 шаблон шаблоне используется значение которое берется из атрибута яркость светильника поэтому его и нужно было включить настройках зигибитом qtt к нему прибавляется то число которое и прилетело в триггер если поворот был по часовой стрелке она положительная яркость растет если против часовой то отрицательная и яркость падает вот так работают эти автоматизации клик по кнопке включают и выключают лампочку поворот меняет яркость тут есть несколько путей к модернизации например использование параметра transition для плавности изменения изменения шаблона для того чтобы увеличить или уменьшить чувствительность повороту ручки вот пример в котором значение которое приходит триггер умножается на 2,55 то есть полный оборот вместо 100 процентов отдаст значение в 255 максимальное значение по шкале яркости можно наоборот разделить на какое-то значение кому как удобней я пришел к выводу что диммер будет интересен в первую очередь пользователям системы akara home тем более что особого выбора тут все равно нет также подойдет для совместного использования с выключателями этого бренда в смысле общего стиля что касается пользователей home assistant то тут выбор больше в частности показанный мной диммер от моэс который умеет работать в режиме прямого биндинга однако для не zigbee устройств например вай-фай светильников где биндинг использовать нельзя akara h1 вполне может пригодиться впрочем вы видели все сами и теперь можете принять верное решение на этом все надеюсь что видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки это поможет найти его большему количеству людей которым интересна тема умного дома если вы не хотите пропускать новые обзоры и видео уроки подписывайтесь на мой канал в описании под видео я оставлю ссылки на магазины где можно заказать диммер и буду время от времени их актуализировать если будут возникать вопросы задавайте их в комментариях там же вы найдете ссылки на другие видео упомянутые и соответствующие этой теме мой телеграм-канал и группу общения по вопросам умного дома а также facebook страницу для тех кто по какой-то причине не пользуется телеграм спасибо за внимание до новых встреч всем мира до новых встреч